Трудно понять, насколько актуальна эта тема для данной аудитории, но, видимо, актуальна. Может быть, не лично, но если вот как после Великой Отечественной войны, в принципе, не было ни одной семьи, где не было бы убитых и раненых на войне, вот точно так же и сейчас, в принципе, нет ни одной семьи, где бы не было убитых или раненых алкоголем. Поэтому, может быть, все равно, так или иначе, эта тема будет касаться нас всех и ваших близких, знакомых, друзей. Вы знаете, что? Мне бы хотелось поговорить на эту тему очень просто, доходчиво, понятно, чтобы вы из этой лекции унесли для себя какие-то важные вещи, которые бы вам помогали в жизни в этом вопросе. Ну, вот первое, с чего бы мне хотелось начать, это что такое вообще алкоголизм, откуда он берется и почему, собственно, возникает у людей. На эту тему есть гигантское количество предположений или даже теорий, даже научных теорий, почему человек становится зависимым. Вот мы с вами выйдем и кругом мы увидим магазины с огромным количеством алкоголя, ларьков, несметное число здесь, но не все становятся зависимыми от этого. Почему некоторые становятся, а некоторые нет? На эту тему отвечали очень по-разному. Некоторые говорят, человек становится зависимым от алкоголя, потому что он не знает последствий. Может быть, да, есть и такие, которые не знают последствий, потом узнали, но, правда, ничего не изменилось все равно. Говорят, что алкоголизм это социальное явление, вот потому что в стране так все плохо, советская власть, там, я не знаю, без времени сгубила водкой нас, помните Высоцкого, да, то есть это власть, это какие-то общественные отношения, вот не такие, какие нужны, это вот, допустим, сейчас кризис экономический, да, это безработица, допустим, да, тоже говорят, вот это причина. Но, опять-таки, смотрите, некоторые люди находятся и безработица в экономическом кризисе и в той же самой политической системе, в которой мы живем, но все равно не становятся, а некоторые становятся. Почему? И, в конце концов, этот ответ, собственно говоря, его нашли там, где и нужно было найти, нашли в православии, конечно, этот ответ был съезден давно. Основная, основная причина, по которой человек становится зависимым, это его личностные характеристики. Все остальное, оно может быть способствующим развитию этой болезни, но самая главная, самая важная причина, это личностные характеристики. Душа и дух человеческий, вот в нем лежит причина этой болезни, и в нем находятся лекарства. И, соответственно, сразу можно найти вопрос, а как лечить? Медицина официально предлагает как? Рассматривать болезни для нарушения биохимии. Соответственно, мы тебе прописываем таблеточки, там, микстурочки, и ты лечишься. Результативность 0,1. Почему? Да потому что биохимия, это совершенно не самое важное в этой болезни. Это скажет любой зависимый человек. Он может бросить пить, конечно, на какое-то время, но когда он возвращается, он не потому что у него биохимия там нарушена, он ее никак не ощущает порой, а вот потому что тянет. Вот мог бы не выпить, мог бы, пошел, пошел, зачем, не знаю. Вот есть какая-то тяга, которая тянет, вот что-то в душе не хватает, вот все не так и все не то. Вот вроде все хорошо. И безработицы нету, и деньги зарабатывает, и семья хорошая, и друзья хорошие, зачем, не знаю. То есть что-то там в душе у человека не так, что-то создает ему определенный дискомфорт, и этот дискомфорт его толкает на то, чтобы употребить какую-то дурь и уйти в состояние наркотизации, где можно отключиться от этих всех вот болячек внутренних. В первую очередь внутренних, которые человеку создают вот тот самый дискомфорт, с которым ему очень трудно жить. Вот чтобы понять, что происходит с нашими близкими, которые зависят от алкоголя, можно понять очень важную вещь. Они не пьют не потому что они такие глупые, и не знают последствий, они не пьют не потому что им делать больше нечего, заняться нечем. Внутри им очень плохо. Как правило, это тревоги, страхи, это различные внутренние переживания, которые ничем никак не унять. Это такая внутренняя боль, которая создает внутренний дискомфорт человеку плохо с самим собой. Ему плохо с окружающими, с окружающими людьми. Ему плохо в этом мире вообще жить порой бывает. Очень тяжело. Это представьте себе, это можно сравнить с физической зубной болью. Представьте, а вот она ноет изо дня в день, изо дня в день, изо недели в неделю. Это свихнешься. Ни один человек так не выдержит. Человек толкает на употребление алкоголя, наркотиков, на азартные игры, на криминал и на все остальное прочее. Это внутренняя неустроенность, внутренний дискомфорт, с которым человек не может справиться. Понятное дело, что если какой-то внутренний дискомфорт есть, то его можно скорректировать, его можно убрать, его можно исправить. Но это задача, которая не подсильна самому человеку. Это значит, нужно обратиться за помощью куда-то. Это нужно что-то найти, куда-то прийти и заниматься тем самым тяжелым трудом на земле, который называется изменение себя. А что касается алкоголя, а вот он, пожалуйста, выйди только на улицу, его сколько угодно. Это очень дешево и просто анестезироваться от тех болячек, которые внутри. И таким образом человек выбирает неконструктивный, болезненный путь для развития своей личности. И в конце концов, все эти внутренние болячки, которые там находятся внутри, они еще больше утяжеляются, они еще больше нарывают. Человеку становится все хуже и хуже. Любой зависимый человек, может быть, сам не скажет, но его окружение скажет точно. С каждым годом становится все хуже и хуже с ним. А рядом с ним находится все хуже и хуже. Потому что человек разлагается как личность, и вот года три назад еще можно было терпеть, сейчас уже никак, а через три года еще будет хуже. То есть, это процесс, который не имеет остановки при жизни человека, если он со своим заболеванием ничего не делает. На языке медицины это заболевание называется прогредиентным. То есть, симптоматика во времени утяжеляется. Вот казалось бы, ну пускай бы он хоть был бы такой, только не хуже. Нет, все время вниз, 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 вниз. Разложение человека как личности, утяжеление всех соматических симптомов, которые связаны с хроническим отравлением этанола. Ну и духовная, конечно, деградация личности.